О, Фринк! Сейчас мы разберем. За совокупность трех вещей. Первое, аим. Второе, муммент. Третье, знание и понимание игры. Аим можно повысить, к примеру, в том же тире. Заходя в тир, стреляя ботам только в голову, при этом двигаясь. Двигаясь, мы закрепляем муммент. Знание и понимание игры приходится временем. Тут даже переживать надо. Наиграв там энное количество часов, вы уже начнете чувствовать тайминги и понимать врагов. И также будете знать почти каждую карту. Совет номер два. Не сидите на месте. Кусты – ваши враги. Движение – ваша жизнь. Чем больше вы двигаетесь, чем сложнее по вам попасть. И тем сложнее определить ваше нынешнее месторасположение. Помните, каждый куст может быть врагом. Не поленитесь прокинуть пару гранат или пострелять в него. Помните, мы против кустодрочерства. Совет номер три. Подбирайте сеты под ваш стиль игры. То есть, как это? А очень просто. Если вы играете за снайпера, вам нужен сет с ускоренной досылкой патрона. Или исходя из стиля вашей игры. На увеличение скорой бега, на уменьшение раскачки прицеливания, на досылку патрона и так далее. Там очень много вариантов, которые вы можете себе прикупить для определенного стиля игры. Плавно переходим к совету номер четыре. Мифические спецсредства, которые у каждого есть, но мало кто ими пользуется. Когда можно зарядить в оппонента гранаткой, там сканерком, чего-нибудь помощнее, чего-нибудь позабористее и так далее. И помните, спецсредства это ваша левая рука в бою. Перекатываясь к совету номер пять. В игре есть артефакты, их тоже надо использовать, но для этого нужны и навыки. А вот куда их вкладывать, это совет номер шесть. В игре существует пять веток навыков. По моему опыту и предпочтению, желательно вкачивать ветку стрелковой подготовки и ветку физической подготовки, а уже потом выбирать из трех других веток. Дальше пробиваемся к совету номер семь. Используйте оружие, которое вам удобно. Или же используйте мету. Увы, в каждой игре есть аннигиляционный ствол, который с патча к патчу меняется, и эта игра не лишена данной привилегии. Совет номер восемь. Конечно, хорошо стрелять по-самалийски или же с мушки, но гораздо удобнее, когда на ствол стоит уже прокачанный модуль. Поэтому не ленитесь, старайтесь все модули, которые ставите на оружие, прокачивать до максимума, чтобы получить максимальную выгоду с данного оружия. И не забывайте про модификации на оружие. Девятый совет. Используй пистолет по назначению. Не зря же его называют оружием второго шанса. Кончились патроны на основное оружие? Да остань пистолет, да бей противников. И вот вам пример. Слышите? Слышите? Кажется, годнота подъехала. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok